20 сентября в зале детской школы искусства Аула Кашхабли прошло совещание в формате круглого стола. В нем приняли участие первый замглавы района Руслан Ямыков, представители Краснодарского регионального филиала Руссельхозбанк, во главе с директором Евгением Ковалевым, директор некоммерческого партнерства Союз фермеров Адыгеи Аслан Зихохов, фермерский актив района главы сельских поселений, открыл совещание первый замглавы района Руслан Ямыков. Вопрос у нас представит Евгений Брисович, предельный финансовый инструмент поддержки Агропромышленного комплекса Республики Адыгея, информацию представит специалист филиала Буханцева Павлица Витальевича и информацию из фермеров Аслан Зихохова Астана Скобейбича. После того, как мы получим информацию, всю которую нам сегодня собираются представить, мы обсудим возникшие вопросы, как я уже говорил, встреча имеет характер комнатного стола, поэтому призываю всех присутствующих в диалоге. Вступительное слово я предоставлю Евгению Борисовичу Павлиенко, директору филиала Руссельхозбанка. С марта прошлого года филиальная сеть Адыгейского регионального филиала Руссельхозбанка перепрочинена Краснодару. Теперь мы одна большая команда, работаем на территории двух субъектов Российской Федерации. Причем хочу обратить внимание, что это не сопровождалось никакими ограничениями на самостоятельное решение наших коллег на территории Республики Адыгея, а скорее теперь они могут использовать наши ресурсы административные, административные, денежные, ресурсы интеллектуальные для того, чтобы обслуживать христианство фермерских хозяйств на территории зоны влияния, скажем так. Я не буду сейчас даже вас нагружать цифрами, которые характеризуют деятельность нашего банка, они вам абсолютно не нужны. Я понимаю прекрасно, что нужно фермерам. Фермерам нужно быть уверенным в том, что банк его ни в коем случае не подведет, вовремя профинансировать сезонно-полевые работы, приобретение техники и на хороших нормальных условиях, которые являются приемлемыми, особенно учитывая текущую ситуацию, ту ценовую вилку, в которую мы сейчас все попали. А коллег, наверное, из администрации тоже интересуют развитие фермерского движения, хорошие показатели работы, ну и удовлетворенность населения тем сотрудничеством, которое банк может представить. Далее специалист регионального филиала Русельхозбанк Павел Буханцев проинформировал индивидуальных предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств о кредитных поддержках. На текущий момент в работе у нас, в активном кредитовании, более 480 фермерских хозяйств-кооперативов, в том числе подавляющие большинство, это члены АКОР или Ассоциации фермеров Адыгеи в том числе. Из этих более чем 400 клиентов, 40 – это налоговые резиденты Республики Адыгеи. Поэтому я вас искренне приветствую. Более года, как сказал Евгений Борисович, мы работаем на территории Республики в новом формате. За этот год мы претерпели очень сильные изменения, исключительно в лучшую сторону в части цифровизации доступности кредитных инструментов. Сейчас я попытаюсь вкратце рассказать об основных кредитных продуктах банка, что мы можем предложить фермерам населения на текущий момент, к чему мы стремимся, к чему мы идем и какие наши ближайшие цели в рамках утвержденной стратегии банка до 2025 года. Профессорхозбанк является признанным лидером агросектора России, занимаем лидирующие позиции как в передавании АПК, так и в передавании сезонно-полевых работ. Краснодарский край, безусловно, совместно с Республикой Адыгеи является признанными лидерами в данном направлении, именно поэтому именно на территории Краснодарского края Адыгеи пилотируется большинство кредитных продуктов. Таким кредитным продуктом в 2022 году непосредственно силами, нашими объединенными, скорее всего, усилиями, стал новый кредитный продукт, не имеющий в принципе аналогов на рынке, это линейка кредитных продуктов «Микро», так называемые продукты на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели. Исходя из названий, целевое использование соответствующее. Для фермеров уровня с выручкой до 120 миллионов мы предлагаем быстрое кредитное решение на сезонно-полевые работы, куда входит приобретение ГСМ, посадочного материала, павов и так далее, все, что нужно в сезон. Все кредитные продукты, все выдачи по данному направлению на 100% субсидируются государством, ставка там не более 5%. Отдельная программа Росельхозбанка и Союза фермеров Адыгеи и Акор Краснодарского края позволяет устанавливать ставку на уровне 4,75%. Для наших действующих клиентов также мы можем предусмотреть дополнительные условия и опуститься еще и ниже. Отдельно стоит отметить, что продукт крайне упрощен, то есть для рассмотрения требуется только налоговая декларация и справки, подтверждающие отсутствие задолженности перед бюджетами различных уровней. Эти документы необходимы для того, чтобы банк, как ваш агент, подал за вас заявление в Минсельхоз Краснодарского края, Адыгеи, затем в Минсельхоз России с целью одобрения вам субсидий. Таким образом получается сделка под ключ. У вас есть потребность, банк финансирует не более 70% условной вашей себестоимости на сезонно-полевые работы, собирает вместе с вами все необходимые документы для обращения в Минсельхоз, отправляет их, получает одобрение и впоследствии мы выдаем кредитные средства. В случае, если кредитные средства нужны остро, срочно, то возможен механизм рефинансирования. То есть банк выдает по текущей коммерческой ставке, дожидается реестр Минсельхоза и происходит переворот на льготную ставку. Отдельно хочу отметить данный факт, как бы очень часто клиенты спрашивают, Росельхозбанк не берет комиссионного вознаграждения за выдачу по государственным программам поддержки. То есть, если у вас в договоре указана ставка 5%, вы платите только 5% годовых на остаток задолженности. Комиссии за выдачу, за обслуживание, за различные другие вещи не берется. Это официальная информация, поэтому мы здесь выгодно отличаемся от банков-конкурентов, которые зачастую, можно сказать, не выполняют добросовестно, клиентам растолковывают процесс кредитования. Когда кредитные средства предоставляются по ставке, допустим, 3,5%, из клиента сразу берется комиссия 2,5%. Поэтому, еще раз говорю, официально заявляю, Росельхозбанк на сезонно-полевые работы, на инвестиционные цели, связанные с агробизнесом, выдаваемые по постановлению 1528, комиссию не брал и не берет никакую. Для клиентов более высокого уровня, которые требуются уже развития текущего бизнеса, именно в части сложных инвестиционных вещей, таких как строительство, ремонт, реконструкция, зернохранилищ, фруктохранилищ, организации первичной переработки. Росельхозбанк также может предложить готовую, удобную линейку продуктов, которая также полностью интегрирована с Минсеквозом. От вас требуется предоставить план проекта, условно говоря. Второй момент – всю разрешительную документацию от муниципалитета. Далее банк сам поможет вам сформировать финмодель, обсчитать ее окупаемость, предоставить вам удобнейший график погашения, и все графики индивидуальные, напрямую связанные с вашей деятельностью. То есть если вернемся к сезонке, вы гасите в 4 месяца из 12, то есть все остальное время вы платите только проценты. Если мы говорим об инвесторах, если это стройка, то полтора года из пяти вы платите только проценты, дальше начинаете платить основной долг также с урожая. Если мы говорим про наипопулярнейший продукт, в прошлом году, я знаю, в Республике Адыгея была спецсубсидия на приобретение техники, также мы интегрировались в этот процесс. Банк предоставляет 75% объема стоимости техники, 25% оплачивает дилеру-клиенту, банк самостоятельно проверяет технику дилера, на благонадежность, то есть полностью закрывает юридические вопросы. И происходит выдача денежных средств по ставке 5%. Затем данную технику вы, насколько я знаю, подавали в Минсельпост, получали определенного рода возмещение ее стоимости. Таким образом, выигрывали клиенты банк. Банк получал лояльного клиента с хорошим залогом, потому что прочий залог мы не требуем при приобретении новой техники официальных дилеров. Для клиента же стоимость техники составляла не более 40% от ее первоначальной стоимости. Принимая во внимание волатильность рынка и инфляцию, более чем неплохое предложение получилось. Отдельно хотелось бы вкратце, крайне вкратце, сказать про уникальные кредитные продукты, направленные для вновь созданных крестьянско-фермерских хозяйств. Зачастую это дети наших действующих фермеров, то есть работает на земле отец или мать, передает своему ребенку часть земельных участков, он подает свой Минсельпост на субсидию. Как начинающий фермер, это гранты, агростартап и так далее. Так вот, банк не только принимает активное участие в конкурсном отборе и однозначно голосует за наследственность поколений в агробизнесе, но и также может предложить кредитный продукт до 9 миллионов рублей для такого вновь создаваемого бизнеса. Таким образом, схема получается следующая. У нас есть действующий бизнес, допустим, отца, от него выделяется бизнес сына, сын получает или не получает, на самом деле здесь разницы нет. Смотрите, в случае, если сын получает субсидию агростартапа, грант 5 миллионов рублей, банк дополнительно может довыдать 9 миллионов рублей на те же самые цели, на сезонно-полевые работы или на инвест. Если не получает по причине отсутствия бюджетных ассигнований, такое бывает, ну кончились деньги в бюджете, то есть Минсельхоз в принципе признает, что его бизнес-план имеет право на жизнь, но бюджетных ассигнований на него нет, банк может предоставить 5 миллионов рублей в данном случае. Это предложение уникальное. Почему? Потому что все банки, участвующие в процессе кредитования, требуют обязательную деятельность в 12 месяцев. Росельхозбанк на этом не настаивает, если есть наследственная связь. Отдельно хотелось бы отметить, что в 2022 году Краснодарский филиал был включен вместе с представительством Республики Адыгии в рабочие группы по оптимизации процесса кредитования в микробизнесе. У нас была большая проблема, как и у многих других банков, это возрастные заемщики. Заемщики не могли приолучать кредитные средства, несмотря на то, что они являлись главными КФХ или единомышленными учредителями ООО. Очень дорогая была страховка жизнездоровья. На текущий момент мы этот вопрос также решили путем предоставления поручителей с прямых наследников. И на текущий момент индивидуальное страхование, индивидуальное страхование, если интересно, для здорового мужчины 67 лет, получается в районе 250 тысяч. Это очень дорого. Мы официально этот вопрос решили. Если нам заемщик предоставляет поручительство сына или супруги, которые непосредственно участвуют в бизнесе, то есть наследники первой очереди, мы страховку личную не осуществляем. Про аккорд я уже сказал. Подписано соглашение у Росельхозбанка Ассоциации фермеров Адыгей. Да, так как мы принимаем тот факт, что члены Ассоциации являются потенциальными заемщиками и потенциальными клиентами с высоким кредитным качеством и деловой репутацией, банк идет к ним навстречу. В каком ключе? Как я уже сказал, это сниженная, даже льготная, процентная ставка 4,75, не выше, и упрощенный финансовый мониторинг. То есть, допустим, по заемщику, который не является членом Ассоциации, финансовый мониторинг происходит два раза в год, 1 июля и 1 января, вот в эти периоды по полугодиям. Для членов АКОР мониторинг происходит один раз в год по годовой отчетности. Таким образом, получается следующая ситуация. Если заемщик привлекает кредитные средства в высокий сезон, то есть весной и ранней осени, мониторинг, в принципе, для него не наступает. Если это годовые деньги, он успеет их отгасить. Вот, банк также идет в этом направлении навстречу. Отдельно хочется вкратце отметить, это кредитные продукты не для фермерских направлений, то есть на прочие, допустим, на выплату заработной платы и так далее, на оплату электроэнергии, коммуналки и так далее. То есть все эти цели официально не могут пройти по постановлению 15-28,5%. Пожалуйста, банк интегрировал в госпрограмму поддержки через Минэк, вот, ставка там работает в рамках бюджетного правила, ключ плюс один, сейчас ключевая ставка 13, ну, получается рыночная 14. Но это все равно намного интереснее, чем ставки 20, если брать, допустим, потребительский кредит для оплаты текущих нот. Но, опять же, в 2022 году на территории Краснодарского края мы начали пилотировать, в 2023 году мы пилотирование закончили и вышли в лидеры России. Таким образом, на текущий момент у нас данного кредитного продукта выдано больше всех, больше 300 карт мы имитировали, а именно, сделали мы кредитную бизнес-карту для фермера, вещь уникальная на рынке, в других банках такого нет, однозначно. Что это такое? Это обычная кредитная карта, как на физическое лицо, в которой можно расплачиваться в любой торговой сети, с любого банкомата, терминала, простите, на любые цели, но выпускается она на юридическое лицо, это раз. Официально ее можно передавать главному бухгалтеру, допустим, любому человеку по доверенности. И третье, на ней, да, есть льготный период 55 дней. То есть, вы можете за счет финансовой активности предприятия, не личных, да, по зарплате, а именно предприятия, получить кредитный лимит 3 миллиона рублей, и да, тратить его на любые цели, нет, даже не связанные с бизнесом. И у вас будет 55 дней для погашения. Гашение будет осуществляться автоматически с расчетного счета юридического лица. 55 дней вы не платите ничего. Выпуск бесплатный, обслуживание бесплатное навсегда, платежная система МИР, которая также предоставляет скидки в платежных терминалах. Я опять же говорю, 55 дней, 0% годовых. Пожалуйста. Количество оборотов не лимитировано, карта выпускается на 3 года с дальнейшим перевыпуском. Абсолютно бесплатная, но только для действующих верминалов. Вот. Это что касается непосредственно кредитной поддержки. Отдельно хотелось бы отметить следующий проект банка. Я думаю, многие о нем слышали. Это экосистема «Своё». Экосистема «Своё» — это целая прияда различного рода приятных программных цифровых решений для бизнеса. Основные вехи — это «Своё родное», «Своё фермерство». Очень много у нас предпринимателей Республики Адыгии подключено. Сколько я помню, более 30. «Своё фермерство» — это платформа, которая позволяет осуществлять торговые отношения бизнес с бизнесом. То есть вы можете на данной маркетплейсе найти от запчастей к трактору до пшеницы третьего класса, которую доставят завтра. То есть всё, что интересует агрария в части «купить, продать, обменять» на данной системе вы можете найти. Модерируется она «Росельхозбанком». Она бесплатная и будет бесплатной всегда. Регистрация также можете пройти самостоятельно или с помощью сотрудника банка в любом офисе ЛОО «РСХБ». Вторая система — это «Своё родное». «Своё родное» — это маркетплейс фермерских продуктов. Это уже для конечного потребителя, а для физических лиц. Также предприятия, которые изготавливают любую пищевую продукцию, могут совершенно бесплатно разместить. Платформа очень похожа на такие популярные вещи, как «Азон Фрэш», «Яндекс.Маркет» и так далее. Но отличительная особенность — она полностью бесплатная, полностью модерируется банком. Система осуществляет работу абсолютно так же. Заходит в физическое лицо, выбирает район. Допустим, Кашихабль выбрал. Находит, ему покажет всех фермеров, которые готовы продать продукцию, несмотря на то, что, может, у них есть магазин, есть. Пожалуйста, приобретай. Также мы работаем с «Яндекс.Доставкой». Все это смодерировано, все агрегировано в один источник. Пожалуйста, заходите, пользуйтесь. На официальном сайте банка есть исчерпывающая информация. Если возникнут вопросы по регистрации, можете обратиться в любой офисбанк. Директор некоммерческого партнерства «Союз фермеров» Адыгей Аслан Захохов поблагодарил представителя Росельхозбанка за надежную и эффективную поддержку фермеров крестьянско-фермерских хозяйств республики. Действительно, вот как Евгений Борисович сказал, он всегда внимательно относится ко всем вопросам, индивидуально подходит каждому фермеру. Это не просто на словах, это действительно делом доказано. И те даже проблемные, которые шли к банковству, он даже к этому не идет, а помогает им выпутаться с этой ситуацией. И сегодня я хотел бы обратиться к Евгению Борисовичу. Спасибо, что вы приехали, уделили время. Мы с первых дней работаем у нас в соглашении с Росельхозбанком. Само название Росельхозбанк о многом говорит. Поэтому сегодня наступил такой момент, когда надо помочь сельхозтоваропроизводителям, но и продукцию не сдали, цена не соответствует. Поэтому посевной деньги нужны. Просьба вот именно помочь нашим сельхозтоваропроизводителям, чтобы они действительно почувствовали, что это наш родной банк. Но я думаю, по одному нам не решить эти вопросы, а когда мы вместе, я думаю, любые вопросы решаемы. Поэтому обращайтесь к нам в союз фермеров. Я знаю, не все входят. Вступайте в союз фермеров, общественные организации, потому что сегодня руководство республики тоже ставит так вопрос. Все должны входить в общий реестр, чтобы поддержка была со всех сторон. В завершении Руслан Ямыков поблагодарил участников мероприятия за предоставленную возможность всестороннего обсуждения насущных вопросов.